Всем привет, у микрофона Каби и это программа Must See. Сегодня мы с вами посмотрим лучшие игры за август и первым матчем будет Клемм Марин Лорд, игра, которая не была в эфире моего канала, но я решил для вас ее в отложенном формате прокомментировать. Это игра на карте Романтицит, она состоялась в рамках европейского челленджера, европейского этапа Dreamhack Fall и уже в первом туре в плей-офф два французских террена встретились между собой. Кто в это не самый частый матчап, любая зеркалка, не самый частый матчап в целом в различных подборках лучших игр, но и такое случается, бывают они знаменательными и занимательными по разным причинам. Ну и я собственно игру эту целиком ни разу не видел, как-то мельком зацепил ее, когда шла прямая трансляция, ну и теперь с удовольствием посмотрю с вами ее вместе целиком. В левом верхнем углу появляется Клемм, естественно явный фаворит европейского челленджера, поскольку он двукратный победитель европейского челленджера летом и весной. Именно Клемм выиграл Европу, это не сделало его потом самым успешным участником или скажем победителем финалов мировых, когда там с корейцами уже надо играть, но тем не менее вот здесь пока набор игроков такой, что Клемм с ними хорошо справляется. Что касается Марин Лорда, то это игрок, который, ну как мы помним, да, всю эту историю, уходил Overwatch, вернулся, ну в общем все это давно уже было. Сейчас он активно и хорошо играет в StarCraft 2, играет на высоком уровне, ну вот любит пожаловаться на баланс. Ему принадлежит твит, который часто сейчас обыгрывают в самых разных вариациях после поражения от Протаса, где-то там в каком-то там матче челленджера, о том, что он чувствует, что сыграл хорошо, но просто у соперника в распоряжении были более легкие инструменты для победы и вот эти несчастные инструменты, легкие, тяжелые, кувалды, ремонтные наборы, тяжелую технику, в общем, по-разному в твиттере нынче мимируют, чтобы выяснить, у кого она, так сказать, легче. Ну и собственно Сэрл после одного из матчей с Клемом написал тоже такой же твит, что с его точки зрения у соперника инструменты полегче, где заканчивается троллинг, а начинается соль, каждый может определить для себя сам, ну в общем такая интересная история, косвенно связанная с Маринлордом, ну точнее нет, история-то как бы вроде и напрямую связана с него, она началась, в дальнейшем развитии он не очень-то участвовал, да, поныть на протусов любят, в принципе любят все, наверное, поэтому что уж Маринлорд за это винить, тут в любом случае матчап ТВТ, который всех плюс-минус устраивает, раньше я, наверное, сказал бы, что может не очень устраивает Клема, но все-таки есть ощущение, что хотя Херомарину и корейцам он проигрывает, ну, наверное, ТВП у Клема в общем и целом идет похуже, давно Клем говорил о том, что с его точки зрения ТВП несколько рандомный матчап, ну, да ладно. Играет Клем через Рипера Гелионов, Рипер строит с реактора, у него будет билд по всей видимости 5 плюс 3, билд который отыгрывал, да, вот видите, 5 Риперов, 3 Гелиона, билд который отыгрывал Кьюр на одном из турниров, рассказывал о том, что этот билд очень надежный, ну, и, естественно, у тебя очень просто большая боевая сила, Маринлорд, однако, играет через двух циклонов, юниты, которые, ну, при наличии контроля могут с этим делом справиться и могут, кроме того, еще и принести пользу в случае, если там какая-то другая стратегия, ведь опенингов ТВТ много, может быть и дроп Танка, может быть и дроп Гелионов, может быть у Баньшас остался Малибес, может быть и Хара с Рэйвеном, да, может быть и дабл дроп, изначально, когда играл дроп, я имел в виду все-таки профессиональную версию, которую часто играют, типа Гелион, Рипер, 6 Морпехов, там всякое вот такое. Циклон более-менее полезен против всего, такой универсальный юнит. Кстати, такая вот вам офигительная история, сколько у меня там игр затерянных, сейчас, наверное, где-то 200 на основном аккаунте, на баркоде, ну, может быть, штук 50-70, и, в общем, я тут на днях обнаружил, что Циклон, оказывается, стоит 75 газа, а не 100, вот. Так что еще такое у него есть преимущество перед некоторыми другими. А, погодите, что я вам рассказываю, Викинг стоит 75 газа, Циклон стоит 100 газа, понятное дело, вот. Но, в любом случае, стоит меньше, чем танк, такое у терранов есть ранжирование. Вот, да, я обнаружил, что Викинг стоит не 100 газа, всегда думал, всю жизнь думал, что он стоит 150 на 100. Ну, ладно. Вроде на Викингов никто пока не жаловался, хотя, если все почаще начнут играть в Балдордер Спешл, в проксе Старпорт и Харас Викингом, кто его знает, до чего дело дойдет. Нельзя же, не зря же, скорость трансформации сделали с апгрейдом. Может, через ранний апгрейд. Хотя, увы, он требует, по-моему, еще и наличия арморя, так что там все непросто. Ладно. Плюс два барака, две инженерки. Это и там, и там, стимпак, и там, и там. Третьи командные центры полетели. Ну, романтицит, кто-то сыграл более-менее агрессивно, кто-то отбился, так что дальше можно ставить третий ИЦЦ. Это такой был размен, разведка боем, называйте как хотите. И дальше, соответственно, у нас игра продолжается. Добавляются реакторы на бараках. Два Рейвена у Марин Лорда. И Клем, соответственно. Ну, все плюс-минус то же самое делает. Скан прилетает от Марин Лорда на Мэйн. Ну, он видит там стандарт. Кстати, интересно, у Марин Лорда чуть-чуть задержался апгрейд на армор пехоте, но он вовремя это дело заметил, скорректировался. Разложены три танка в обороне. Ну, сейчас инструменты должны быть примерно одного веса и количества. Ну, короче, одинаковые спецификации. Погибает тут Марпех от Циклона. Ну, опять-таки, Клем проводит такую разведку боем. Дроп снять немного с топорнику. Контроль карты, просто чтобы там какие-то дропы пролетели потом. Может быть, какие-то либераторы. Вот еще один Марпех найден и пойман. Кроме того, Клем активно добавляет викингов. Ну, так сразу оба вписываются в войну за контроль воздуха. Можно играть в другом ключе. Играть чисто через марик танки, как делает, например, Бьян. Но многие террены говорят о том, что, вообще-то говоря, стиль Бьяна на профессиональном уровне не работает. На любительском работает хорошо. Ну, а здесь такую именно профессиональную мету выбрали оба. Интересно, что через два Рейвена, а не через три. И тут я пока вам объяснить уровень не могу. Ну, уровень такой принятия решения не могу. Почему при такой пассивной игре не сыграть было в три Рейвена? Ну, может быть, как раз, чтобы чуть-чуть себя подстраховать. Поскольку ты халявишь в третьем ЦЦ, чтобы не пробили. Ну, мало ли там какой-то будет агрессивный выход танками-викингами. Маринлорд начинает добавлять меди-ваки. Клем все еще строит викингов, что интересно. Тут вообще такой тонкий момент, когда переходить с одного на другое. Когда добавлять меди-ваки. Когда можно перестать бороться за господство в воздухе. Табличка продакшн, ну, практически зеркальная. У Клема чуть раньше четвертый командный центр. Он, видимо, полетит вниз. В середину карты Маринлорд поставил сенсорку. Апгрейд на щиты у Клема доделывается чуть-чуть попозже. Тут видно, что Маринлордовские морпехи уже со щитами, а не на щитах. Ну, а тут такие грустные морпехи стояли, но им щиты как раз тоже довезли в последней поставке. Так что они, наверное, погибли счастливы. Впрочем, конечно, их не могло спасти при таком количественном соотношении. Это Клем куда-то вниз вышел. Видимо, подумал, что там может быть выход соперника. На самом деле Маринлорд так глобально вперед выходить не спешил. Он просто, опять-таки, снял контроль карты. За контроль карты очень много идет вот таких микроразменов. Теранам скучно без крипа, когда крип чистить не надо. Они, видите, начинают друг другу чистить морпехов. Эй, Маринлорд, что у тебя морпех грязный? Говорит, Клем, давай почищем. А Клем говорит, Маринлорд говорит, бабушку свою почистим. Так и понеслась. И одиннадцатую минуту уже несется. 87 рабов на 73. К одиннадцатой минуте у меня, кстати, обычно где-то 58. Так что, конечно, Клем хорошо жмет на букву С. Наверное, если бы Джинни Сучилова играть за Терранов, он бы заскучал. Не о чем было бы ему напоминать. Ну, разве что не смотреть туда. Да, вот это. Разделил Клем свои войска на две части. Тут такая попытка подрасплетиться и напасть на танки пехотой. Попытка интересная. Конечно, танки погибнут. Чаю морпехов не зря щиты, да. Но сенсорку не добил Клем. Она догорела, впрочем. Тоже неплохой вариант. Дальше тут Маринлорд, наверное, все это убьет. Но два танка и сенсорка вроде даже и неплохой курс на самом деле. Добавляются активность старпорты. Клем, по всей видимости, собирается выходить в Рейвенов. Ну вот, планы Маринлорда пока не раскрыты. Апгрейд на тот самый реактор пока что еще не заказан. Он, по-моему, называется Корветт реактор. Но в комьюнити, конечно, уже теперь называют по-другому. Нам показывают необычную табличку. Сколько кто вложил в экономику, в технологии и в армию. Получается, Клем в армию вложил чуть больше. Ну, у него 200 лимита, там 170. Все логично. Маринлорд будто бы лимит придерживает. Там было 4 старпорта. Может быть, он придерживает лимит на то, что из этих 4 старпортов будет заказано. Пока заказано у Маринлорда 3 орбитальные станции. Маринлорд вообще любит поиграть в макро. Может быть, кто-то вспомнит. Было у меня на канале такое видео. Первое и одно из немногих видео, которые набрали больше 20 тысяч просмотров. Если не считать прямых трансляций. Которое называлось «Убить чемпиона». Там Маринлорд с Сэрлом играл мощную зарубу. Если не видели, можете найти и посмотреть. Прям такое суровое ультимативное макро. Как раз когда и, наверное, мы начали воспринимать его снова серьезно. Что чел-то, походу, не просто пришел денег на зарплате подфармить. А еще и Старкрафт играть умеет. Но что делает он в итоге просто масс рейвенов со своих лабораториях на старпорте. Клемм выходит в середину карты. Здесь не удалось Маринлорду на халяву заложить СЦ. Главное, смешно. Да, он кучу командных центров построил дома. Но на локации он строит новые. Он не перелетает. Но на самом деле это как бы вроде и смешно. Но на самом деле логично. Потому что там сделаны орбиталки. Они нужны, чтобы сканить. Ну и впоследствии в будущем, может быть, чтобы убавить количество рабочих и добывать мулами. А там он хочет поставить планетарку. Поэтому он... Ну, конечно, может сделать свежий ЦЦ, перелететь. Но орбиталками лететь уже незачем. Но вот как раз свежий ЦЦ делается там на локации на двух часах. Сам Клемм пока, ну, особо не борзеет. Но он по локациям я веду. Но он занимает базу на богатом газу. Да, вот здесь. Очень много викингов. По ощущениям их больше, чем танков. Такая вот интересная игра в пехоту, да, получается. На пехоту грейды у них 3-3. На самом деле, кстати, Марин Лорд остановился вроде как на 3-2. У него вроде не делается 3-я арм. А, нет, делается, доделывается. Окей. На пехоту грейды 3-3. А где-то она та пехота. Не лучше ли по такой игре уже сразу делать грейды на викингов? Но, может быть, с самого начала не вполне понятно, будет ли игра как раз такой. Клемм отдает пару рейвенов. Дает там автотурели. Танки поехали харасить, но как-то совсем неуспешно. В итоге погибают без особых результатов. Ну, Клемм сразу добивает боевой линии. Да, вот 2 морпеха у Клемма. 2. И 3 морпеха у Марин Лорда. Но зато они 3-3. Это вот интересный такой момент для размышления, на самом деле. Тем временем обмениваются воздушные армии антиарморными ракетами. Сейчас бы Тора одного, да? Вот просто одного можно, чтобы туда в этот стек. Бух! Торы очень здорово помогают тащить игры подобные. У меня как-то был стрим по играм за разные расы, там помнится. Мы познали эту истину, что Торы делают с викингами при чуть-чуть неаккуратном контроле викингов. Но вот, кстати, у Клемма... А у Марин Лорда пока. У Клемма 3-ть армор наделывается. У Марин Лорда и подходят грейды 3-3 на воздух. А заодно апгрейд на прочность здания. И вдруг апгрейд на орудие Ямато. Видимо, так на вырост, потому что батлкрузеров на карте пока нет. И какие-то танки по-прежнему катаются. Такое чувство, что один из тех двух морпехов просто заскучал. Сказал, блин, Клемм, дай танк покататься. А Клемм говорит, добери. Только у меня папа вечером в 6 домой придет. Ты до 6 верни, что-то не заметил. Ну, а мы все прекрасно знаем, что случается потом, как пел Сергей Чекраков. Начинается сражение в воздухе. Снова танки так для галочки присутствуют. То есть танки как бы вроде нужны, чтобы не давать пехоте подходить и убивать викингов. Но поскольку пехоты нет, то и танки будто бы нужны не очень. Вот видите, 1 на 2 осталось пехотинцев. Вполне возможно, что они еще скажут свое веское может быть. Где-то к концу игры, когда газ закончится, а минералы останутся, если такое произойдет. Ну, а пока Марин Лорд заказывает батлкрузеров. Когда-то лет 5 назад мы бы, наверное, очень сильно удивились. Сейчас батлкрузеры все-таки вошли, конечно, в игру. И в ТВТ они встречаются не так уж и редко. Вспомнить хотя бы финалы, многочисленные между Мару и Тиваем. Но все равно это интересно, потому что чаще мы, конечно, видим противостояние викинги-либераторы против викинги-рейвена. Что-то такое. Или зеркальное противостояние. Приезжает Клем и обнаруживает батлкрузеров. Батлкрузеры появились на поле боя. Сразу 2-2. И вот-вот они будут уже 3-3. Сила серьезная. Естественно. Марин Лорд выбивает. Точнее, нет, Марин Лорд теряет. Тут сложно иногда отличить. Легко запутаться, потому что под антиармором синие и рейвены становятся красными. Ну и, короче, то ли дело в Дюне 2. Вот Харконнина красная, да? А Трейдис и синие. Не перепутаешь. Дюна 2 мы с вами, может быть, поиграем и по стримам в ближайшем времени. У меня запланирован на 14-й стрим по первой Дюне, как более сюжетный такой. За 2 дня до выхода фильма. Ну а там, если поставим небольшую цель, я думаю, если соберем, то сделаем через недельку и вторую Дюну. Но если нет, можете сами поиграть. Игра доступна для всех бесплатно. Эмуляторы тоже. Прилетает антиармор в Клема. Клем все равно продолжает сражаться. У него больше викингов визуально. И он тоже переходит в Батлов. Он тоже делает орудия Ямато. Интересно, насколько это необходимость. Потому что у меня есть ощущение, что в принципе масса викинги плюс рейвены вроде как контрит Батлов. Но, возможно, там есть много каких-то тонкостей. Что мне очень нравится концептуально. Я вообще люблю концепты. Это, наверное, самая любимая моя часть Старкрафта. Именно концепты того, как работают разные комбинации юнитов. И переход в полный воздух с либераторами в роли танков мне прям очень нравится. Это очень прикольно. В свое время спешл в таком стиле играл ТВЗ в масс-воздух на подходящих картах. Но сейчас в ТВЗ вроде это не очень актуально. Хотя либераторы в лейте по-прежнему могут найти себе место. Ух ты, какие потери близкие. Прям 20 тысяч на 20. Сражение в верхней части карты одновременно. Но то, что в левой происходит сражением, особо не назвать там. Просто батлы разруливали. Но, кажется, за ними кто-то выехал. Пока непонятно. Орудие Ямато тут. Ну, в кого выстрелило, в того выстрелило. Я думаю, Марин Лорд не особо активно выбирал цели. Ну, и клемм очень так прикольно. Хит-н-дранит. Вот к этому и вопрос. То есть, а обязательно ли нужны батлы? Потому что, смотрите, как викинги, если есть сканы. Очень нужны сканы, конечно. Чтобы фокусить. Но если они есть, то неужели викинги не справляются лучше? Но, ладно. То есть, тут каждый держит понемножку батлов. Может быть, для того, чтобы, если, например, викинги влетят уже в радиус атаки. То есть, слишком близко подойдут, чтобы был какой-то ДПС. Конечно, у батлов ДПС высокий. Это понятно. Просто радиус атаки не очень большой. У обычной атаки. У пушки Ямато нормально. Еще, наверное, их надо все время вычинивать. О! Тот самый Марин! У клемма вроде было два или один. Была у нас как-то шутка на тему того, что это сам клемм. Но это было про морпеха, который на последние деньги был заказан. Тут денег на карте еще хватает. Обстраивается Марин Лорд турелями. Турели против авто-турелей. Такое вот эпичное противостояние. Танк пришел развлекаться. Его сейчас, видимо, убьют викинги в наземном режиме. Кстати, да, об апгрейде. Марин Лорд тоже об этом вспомнил. Видите, у него появился апгрейд на скорость трансформации. Он не действует на танки, но он действует на викингов. Ну, на гелеонов это не понадобится. Либераторов вроде нет, да? Либераторов, по-моему, не действует. Дикий антиармор. Кстати, клемма так порядком больше на самом деле. Но турели... Ну и плюс еще 19 лимитов на самом деле в рабочих. Поэтому боевой лимит не так сильно отличается. Не на 40, а только на 20. И у Марин Лорда появляются Торы. У которых, к слову, третьей атаки тоже нет. Вот на них тоже работает апгрейд на скорость трансформации. И это, в общем-то, даже важно. Потому что в разных условиях в ТВТ, мне кажется, надо разным типом атаки стрелять. А что произошло с батлом? А, он улетел все-таки. И выстрелить он не успел, правильно? Он сбросил Ямато сам себе. Прикольно. Ну, Клем здесь тоже батла вычинят. Но там батл, конечно, вообще на лалах улетел. То есть я думаю, что по стекам викингов надо стрелять сплэшем. Ну, а по батлам, конечно, лучше стрелять одиночкой. Или если викинги расплечены. Торов тоже, кстати, чинить полезно, я слышал. Но, возможно, Марин Ворд не слышал об этом. Не успел даже батл выстрелить. Два других успели. Забрали, видимо, по два викинга. Отпрыгнул Клем. Нам еще раз показывают потери. Клем оказался немножечко впереди сейчас. Хотя он потерял кучу викингов. Что-то я на вскидку не очень понимаю. Но, может быть... А, это не потери, господи. Это же уже табличка юнитов. Все. Отбой. Все в порядке. Я думаю, как это он потерял 30 викингов и выигрывает по потерям. Это что за магия такая? Нет, это количество юнитов, которые на карте сейчас. Вам, кстати, по таким иконкам вот батлы не напоминают костяных драконов из вторых героев. В-третьих, они, наверное, все-таки были более детализированы. Хотя тоже плюс-минус. Вот, что-то я все время ловлю себя на мысли, что батлы вот для меня это не крейсеры, а какие-то костяные драконы. Реально. С этими прозрачными фермами, или как это там называется. Повоевал клемм немножко на богатом газу. Поубивал статику. Сам командный центр вроде успешно выжил. Маринлорд прикольно уходит скачком. Да, клемм так вздохнул. Такой, все, окей. Я перевел дух, готов еще на 24 минуты. Не знаю, займет ли это 24 минуты, но... А, кстати. Тритри-то только заказал. Месье де Спланш. Или как его читать правильно? Де Планш, наверное. Не знаю, читается ли там эс. Я французский учил давно и недолго, так что... Подзабыл уже. Да, без грейдов Тритри-то всю игру сражаться воздух на воздух. Это интересное решение. То есть у Маринлорда уже все грейды максимальные. Клемм прилично отстает. На юная попытка куда-то уйти танком. Тор просто рукой махнул. Пробежал хвостиком, махнул. И танк разбился. Еще два батла в продакшене у Клемма. Клемм так пожестче в батлов ушел. А Маринлорд-то вроде больше викингов добавляет. А Клемм ему викингов убавляет, получается. Еще Клемм добавляет пару турелей. Но вот одна из них пока не достроилась. Турели хорошо, на самом деле, дерутся против батлов. Если их вычинивать. И даже Маринлорд одну турель не смог запушить. Вот такой вот ультимативный юнит батлкрузер в ТВТ. Но, видимо, здесь вся соль в использовании грамотного орудия Ямато. В хороших сканах. В том, чтобы вовремя прожимать. Вовремя уходить. То есть, в некотором смысле батлы здесь выполняют роль, как муталиски против Терана. Они вроде сами по себе не такие уж и сильные, да. Но если ими грамотно фокусить нужные цели. Ну, там нет орудия Ямато. Их не терять. Спасать там вовремя. То, конечно, можно реализовать их эффективно. Ну, просто это иногда не так легко. И просто настроить какой-то окликовый масс-трэш будто бы проще. Ну, в ТВТ с окликами история такая. Специфическая. Влетела почему-то именно в этом батла Матрицы. Я не знаю, чем этот батл был такой особенный. Может, он готовил выстрел пушки Ямато. Уже здесь клемм. Ну, кстати, это турели клемма, если что тут ставится. Прилетают масс-матрицы на синего Терана. Правый получает антиармор. Вообще-то тоже кажется, что антиармор эффективнее уже при таких количествах. Одно дело, если вы сражаетесь там 7 на 7 юнитов и 3 ты выключаешь. И у тебя остается 7 на 4. А другое дело, ты выключаешь там 3 или 4 вот в таком сражении, когда там 40. Ну и что? Ну, в любом случае, лимиты равны. Клемм пока отступает. Возможно, просто потому, что ему там надо нажать какие-то кнопки дома. То ли подкрепление подошло, то ли что. Но вроде клемм очень хорошо разменялся. Угу. У Марин Лорда поехали рабочие через атаку. Решили они все-таки спилить что-нибудь полезное. Какая дальность у планетарки с апгрейдом-то, а? Любо-дорого посмотреть. Представляете реалистичный Старкрафт, где эти раны могли бы просто со своей базы соперника расстрелять и все. И не ходить никуда. 47 на 45. Теперь уже клемм потерял немного больше. Да, интересно, что тут все камни в центре живут. Но с другой стороны логично. Все сражения в воздухе, поэтому камни никому проходить никуда не мешают. Восстанавливать здесь Марин Норд свою статику. Ненадолго, впрочем. Так как-то уж очень легко. Кстати, батлы с ней справляются даже. Интересно. Понятно, что апгрейдов у них больше. Но все-таки там тоже есть апгрейд на армор здания. Да, но это тоже вариант. Еще одна отсылка к мутостеку, да? Знаменитое количество 11 муталисков, которые должны нанести турелике 2 удара. На это в первом Старкрафте. И она через 2 секунды сгорает. Здесь примерно так же получается. Ямато убивает турель. И она догорает сама, если ее мгновенно не вычинить. Марин Лорд потихоньку спушивает планетарку. От нее, на самом деле, там довольно мало толку. Поскольку наземных-то атак уже давным-давно нет. Разве что она не позволит сапернику туреля прямо здесь поставить. Ну и вот так вот планетарку разряжается. Ну, по сути... По сути, впустую. Потому что клемм легко это дело отчинит. Да, немного ресурсов будет потрачено. Но, в общем-то, банк есть. Хотя при игре в батлов банк в 1700 ресурсов это немного. Банк в 500 у Марин Лорда это прям совсем ничего. Но лимит-то 200, так что потихоньку он будет копиться. Вот, с Торами дает сражение Марин Лорд. Я там не очень понимаю сейчас Торы в каком режиме стреляют. Судя по количеству урона, который залетает, видимо, в одиночном они сейчас стреляют. Вот сейчас бы им быстренько переключиться. Ну, хотя, с другой стороны, у Марин Лорда по-прежнему батлы на месте. Так что, Торы... Не знаю, мне кажется, что Торы должны были помогать расправиться с викингами. Убить викингов, а Торы дальше... Батлы-то дальше погибнут, куда они денутся. Но Марин Лорд решил сражаться по-другому. В любом случае, клемм решил пока отступить. Продакшн дальше из батлов у него. А, там 11 викингов еще. Нормальный такой продакшн. Душевный. Пара танков от Марин Лорда приезжает. Тут же на них выехали пацаны. Ну и один танк не уйдет. А на пацанов выехали пацаны. Теперь за пацанами должны выехать пацаны. Дальше такой ход. Клемм не читал сценарий, поэтому дальше он уже забыл. Морпехи. Что я вам говорил про морпехов. Рано или поздно эти парни появятся снова на поле боя. А вот этот парень жалеет, конечно, что появился. Но остальные по-прежнему могут оказаться значимыми. Торы, кстати, вроде ходят в режиме одиночной стрельбы, если я правильно понимаю. Танк там долбит газилку. Тут еще одно увлекательное сражение. Викинг долбит турельку. Короче, всем хлебом не корми всех, дай кого-нибудь. Можно, наверное, вычинить всю эту технику. Странно, столько рабочих не особо нужны. Почему не починить технику, да? Марин Лорд тут крайне полезным микро занимается. Мог бы через оклик послать, но, в принципе, так интереснее. Прекрасно его понимают. Вот, теперь смотрите, Торы в сплэшевом режиме. Да, значит, когда закинуты эти пушки на спину, это типа сплэшевый режим. Обычно, когда сам играешь, ты и так знаешь, в каком они режиме. Нет смысла рассматривать модельку. Но поскольку дополнительных иконок над ними нет, то для стрима надо уметь распознавать. Не так часто мы видим ТВТ с Торами, чтобы запомнить. Ну, а в других матчапах, как правило, все слишком однозначно. Да, морпехи. Звездный час морпехов, потому что газ сильно ограничен. Потому что танков больше нет. Помните, о чем мы говорили? Танки нужны, чтобы не поспускать морпехов. Почему? Да потому что морпехи со стимом убивают все. Но они не убивают большие количество танков, конечно, когда сплэшем танки их разрывают. То есть они должны напасть либо тогда, когда танков нету, либо пока танков нет. Ну, в данном случае можно и ту, и другую характеристику дать. Танки закончились, их никто не отстраивает. Может быть, отстроят еще, я не знаю. Ну, а пока вот такие вот три стаики у сражения. Да, но это за какие-то рандомные точки на карте просто. А в основных армиях морпехи тоже есть. Вот они, видите, так здорово бегают, зачищают всякую статику. Но, правда, сейчас планетарка жесткая. Она насторожилась. Как в каком-нибудь Deus Ex, да, когда идешь. Там турель стоит оборонительная, и она к тебе повернулась. И ты такой, Юрк за угол. Горишь, ой, нет. Я пошел искать вентиляцию. То, что немного мешает мне, откровенно говоря, погружаться в подобные игры. Жанр инерсов сим, то есть, типа, симулятор погружения вроде бы. Но когда тебе описывают многогранность подхода к каждой поставленной задаче, А по факту каждый раз это либо всем навалять и войти, Либо найти, где можно пролезть через вентиляцию. Ты бы разбил окно и зашел, но окна не разбиваются. Мощнейшим каким-то там боевым андроидом. Не может разбить стекло. Ну да ладно. Не про Deus Ex у нас нынче речь. Может, я просто слишком стар для этого игростроя. Сижу и играю в StarCraft. И вам советую. На стимпаке забегают морпехи Клема, Выбирают самую странную цель рабочих. Кого волнуют рабочие на такой стадии игры? Ну, то есть, нет, на самом деле, если, конечно, В какой-то момент окажется, что их не осталось совсем, Это тоже может стать проблемой. Но им практически негде сейчас добывать, Поэтому много рабочих не нужно. И поэтому в такого количества командных центров Можно по одному заказать, И уже восстановятся все добычи. Подходит Клем. У него много батлов. Марин Лорд практически от батлов отказался. У него остались Торы, Викинги, Морпехи. И я вам скажу, что мне кажется, Что армия Марин Лорда сильнее сейчас. Там есть Рейвены для антиармора, Которые влетят во все. Да, у Клема Морпехи тоже есть, безусловно. Поэтому вот тут такой интересный вопрос. Но Марин Лорд добавил танки. Правда, их довольно мало. Пока там вроде только два. Жесткий Харас, конечно. Марин Лорд отправляет туда несколько Морпехов. Морпехи Клема там уже настолько упоротые, Что многого не нужно. Интересный момент. Много Морпехов. Медиваков нет. То есть это такие Морпехи все одноразовые. Где-то есть автомат с одноразовыми Морпехами. И Клема Марин Лорд туда просто по очереди, по КД подходят. Ну, меняются местами. Видимо, в этом вся очередь заключается. В Чехарду там играют. Возле него, возможно, не знаю. Ну и вот здесь они все бегают. Никто их не лечит. Никто их не чинит. Где-то среди них однажды, Ну, при такой-то длительности игры, Наверное, должна вырасти одна Сон Ми. Но об этом Дэвид Митчелл уже рассказал. Прекрасную историю под названием Облачный Атлас. Поэтому, если не читали, почитайте. Да, действительно, у Марин Лорда не осталось батлов. Он их полностью фейзет аут, так сказать. Вывел из состава своей армии. Клем выводит из состава своего лимита немного КСМ. Вот главное, армию нет бы починить, да? Сто пудово там сейчас найдутся битые викинги. Но КСМ-ки поехали и умерли через атаку. Да, вон, нет, погодите, это морпехи. Все, претензия снимается. Нет, не снимается, вижу битых викингов. Правда, вот, может, это сейчас залп прилетел. Тут прилетел антиармор. Там есть пара танков против морпехов. Морпехи Марин Лорда нажимают стим. Ощутимо больше клемма что-то на земле, да? Прилетает Яммата. Марин Лорд продолжает давить. Вышибает батлкрузера раз. Вышибает батлкрузера два. Есть ощущение, что сейчас мы... Куда-то Торы там зашли. А, они же Матриа. Да, они получили Матрицу. И вместо Аклика просто пошли на Муви. И с микрить это Марин Лорд не успел, потому что он занимался викингами. Да, окей, это логично. Это не идеально исполненный эпизод, прямо скажем. Но это логично. Когда у протасов так заходят колоссы на Муви, все над ними смеются, типа ха-ха-ха, безрукие. И даже не могут проконтролить одного юнита, пока Блинк Сталкеры у них отпрыгивают и фокусят викингов. Через атаку, конечно же. Но Терранам-то можно, это понятно. Сложный инструмент. Или, секундочку, какие там... Но там были только Изи. Их можно оценить как легкие по весу. А тут, получается, тяжелые инструменты Терранов. 10 морпехов в заказе, 3 барака добавляется. Эх, был бы это первый Старкрафт. Можно было бы пофантазировать насчет гастов и локдаунов. Я как-то в не очень отдаленном прошлом году, 3 назад, даже пробовал играть против протаса с карьерами через гастов и локдауны. Это, конечно, совсем нелегко. Ну, а еще на профессиональной сцене пробовал это делать господин Сасин. Так что, можете у Алекса на канале найти игру. Ну, что-то там. Видео называется что-то из серии «Лучшая игра года». Ну, как обычно. Ну, короче, суть в том, что Рейн против игрока с никнеймом Сасин. И вот они там пробовали, как работают локдауны. Ну, что, за нейтральные минеральчики решили подраться Клем и Маринлорд. Клем съел эти минералы, просто все другие у него кончились. На этих базах, там слева внизу еще есть какая-то минимальная добыча. У Маринлорда, соответственно, есть зеркально справа сверху. Да, мулов тут столько. Ну, если я скажу, что мы столько никогда не видели, я покривлю душой, потому что я в свое время смотрел игры «Лилканина», и он кидал мулов столько, что они за один заход съедали базу соперника, если че. Даже не знаю, можете ли вы где-то найти сейчас игру «Лилканина». Может быть, я должен найти игру «Лилканина», если для вас супер засыпательный видос на 3,5 часа какой-нибудь. Там было несколько игр знаменательных. Ммм, я подумаю об этом. Может быть, у «Лилканина» даже остались реплеи. Это такое наслаждение, ну, для любителя, но что-то в этом есть. Самое главное, вам хватит этого на много-много-много ночей, если вы будете пересматривать с того момента, где заснули. Что ж, между прочим, 104 морпеха на 108. О, медивак! Я вижу медивак! Вот тяжело ему будет, конечно, все отличить. По-моему, оба терана поняли, что уже ресурсов-то нет, поэтому надо просто нажимать «Та клик» и смотреть, что будет. 108 морпехов, как оказалось, намного сильнее, чем 104. Посмотрите, как мало осталось у Клема. Шутки шутками, но на самом деле, я думаю, что танки неплохо порешали. Их, конечно, всего два, но у Клема-то их нет. И какого-то преимущества по морпехам у него нет тоже. «Маринворд» подходит уже прямо сюда, 49 на 129, но что все, Клем не пересоберется. Вот такая вот огромная, длиннющая макроигра закончится просто одним «Та кликом» на 10 секунд. Это будет очень в духе второго Старкрафта. За что мы его не любили в 2010-м. Но это очень необычно для текущего времени. А может, все дело в медиваке? Медивак зарешал. Я думаю, что танки зарешали. И антиармор там, возможно, какой-то был лучше брошен. Да, Клем дает скан, видит, что там есть подкрепление. У него есть планетарки по-прежнему, которые можно пытаться отчинивать. У обоих, кстати, до хрена минералов. То есть так-то морпехов еще производи и производи. Но «Маринлорд» зашел в продакшн, он убил бараки. Уничтожил, в смысле, бараки. И убивает заодно все остальное. Соплай сейчас убьет. Клем, правда, еще далек от соплай-блока, учитывая количество командных центров. Наверное, у него будут 200 доступно, даже если он потеряет здесь все соплай. Если игра продлится так долго, сейчас мы узнаем, так это или нет. Нет, не так. Все, кабел, ошара 190 осталось. И там, правда, еще есть один соплай, то есть 182. Плохо, я считаю, получается. Пытается Клем восстановить морпехов. Он, конечно, не очень четко понимает, насколько... А, все, теперь он четко понимает, насколько много «Маринлорд». Я думаю, он рассчитывает на мощь планетарок. Ну и немножко на рандом, конечно. Сейчас бы минок бы штук 10, да? Заходят такие морпехи. Вряд ли «Маринлорд» прям мгновенно заметит в таком мясе какие-то там лучики. Ну, лучики и лучики, подумаешь. В левый нижний угол идет «Маринлорд». Резонное направление. Здесь последняя добывающая база. Клем пытается хоть какую-то позицию. Там, кстати, есть даже несколько рабочих, чтобы починить планетарку. Но нет газа, поэтому планетарка не починится. Увы. GG пишет Клем. И «Маринлорд» выходит победителем из этого сумасшедшего матча. Очень длинного, где были собраны абсолютно все ресурсы, включая минеральные стеночки. Ну, ладно, не абсолютно. Слева внизу и справа вверху еще осталась пара огрызков. И «Маринлорд» показал, что в такой игре он с самим Клемом готов соперничать. И больше того, «Маринлорд» в итоге здесь БВ-5 у Клема выиграл, из-за чего Клем пробивался по нижней сетке. Но чем все это закончилось, вы можете посмотреть в моем отдельном видео, посвященном финальному дню Dreamhack Fall европейскому. Поэтому здесь я об этом говорить не буду. и просто отправляемся в другие классные игры Августа. Остальные игры этого видео уже были на моем канале, поэтому если вы смотрите все видео, то можно на этом заканчивать. Но, может быть, вам будет интересно что-то пересмотреть и вспомнить. Тогда оставайтесь и поехали дальше. В левом верхнем углу у нас Клем, который, как мы с Алексом раньше любили говорить, выходит «подавать на матч». Не знаю, играл ли Алекс когда-нибудь в теннис. Я сам играл сугубо любительски. На матч не подавал, да и вообще особо подавать не научился. Ну, хотя вроде там худо-бедно в квадрат я попадал через раз. Поехала пробка после гейта в разведку. Здесь тем временем газ до барака. Клем продолжает играть в какие-то интересные штуки. Макс-Пакс продолжает просто приезжать и пилить КСМ. КСМ меня запилив, мог бы сказать Клем. Ну, наверное, чтобы успеть на этот мем, он опоздал родиться немножко. Вроде бы он уже довольно старый. Третье. 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 Реактор дальше. После. После ничего, да? то есть это реактор сразу без морпеха окей где-то я видел такой билд но только для того чтобы играть 3 барака газ до барака не ставится клемма все-таки пошла факта по ощущениям довольно позднее я пока не очень понимаю его билд если честно то есть такое чувство он реально мог поставить факту раньше пошел второй газ ну после факты это стандартная штука макс пакс тоже не особо понимает что происходит на всякий случай ставит батарейку она конечно его далеко не от всех спасет штук не спасет от дроп трех миллионов не спасет от дропа мин не спасет от либератора но спасет например это одной больше спасет например от запрыгивания риперов внезапно от дропа морпехов тоже спасет так что определенный спектр вещей конечно все таки контрит этим приемом макс пакс ну а клемму пока приходится отвести морпехов потому что безусловно протаса не составит труда профокусить битах в итоге но вот с таким был дом без бункера если играть буквально один сталкер доставляет как видите колоссальная проблема но это в итоге вот какие-то такие мины видимо по задумке это дроп мин виду в чите выткли ой да завязывай ну клемму просто скучно так сидеть поэтому он тут хочет помекрать если бы они рядом сидели мне кажется клемм бы прям макс пакса бы подталкивал так и в плечо такой ну давай ну давай помекаем давайте мне попробуешь ксм к убить ну попробуй меня профокусить марика а я минку подчиню да чё-нибудь сделано так же скучно правильно ну ладно горит макс пакс хорошо давай челлендж аксепт от ксм к забрал морпеха забрал 2 есть еще биты кстати рабочие мина выкапывается поближе чтоб пройти было нельзя и как а самом деле мне кажется можно туда выйти но я не уверен просто сражение за мину с детства за мину клемм сказал бы если у него она уже закончилась ну хотя чё 19 есть наверное закончилась детство то там тем временем призма вылетела че вообще у тоса то у тоса тут дроп мин прилетела если чё 4 пробки погибло стенки такие что они мешают по моему протасу больше чем терра на блинков никуда мой любимый прием в итоге медивак радостно висит ну он просто придержит дома сталкеров это неплохой прием тебе он не особо нужен дома прям а уж мертвый это точно а он никуда не улетит а так он нам просто висит и вынуждает двух сталкеров тоже стоит дом ну что дальше макс пак сможет запрыгнуть наверх наверху танка пока нет он только внизу есть мародеры но у них нет стимпака но не скажу что супер крутая позиция для клемм откровенно говоря до варп сталкеров а ей прямо под танк они заходят но один выстрел они могут пережить второй но там же смотря в кого попадет сюда танк не особо достает клемм забир отдает еще макс пак забирает соответственно еще один саплай и наверно надо уходить перед уходом сталкеры успели хлопнуть дверью дробь убить морпехом минус минка жесткий observer конечно она все просто всю контору палит когда куда чего подходить дропаться тяжело с такими заходит 4 сталкера на мэйн макс пакс решил просто отдать немного счетов за пару кс мак там у него тем временем переход в рабобей в чардж у него будут и зилоты и колоссы ну со временем наверное дизрапторы времени этого макс пакс выигрывает очень прилично с другой стороны у него третий nexus очень поздний тоже то есть он не то чтобы был в каком-то плюсе по экономике он меньше добывает из-за мулов ну конечно клемм этими мулами базу сейчас свою выжрет очень желательно как можно быстрее начать их кидать именно на третью в любом случае оба соберут мэйн и оба соберут натурал вопрос только с какой скоростью и с какой эффективностью размены но пока размены ощутимо в пользу протос хотел было макс пакс прыгнуть там красный танк такая лакомая цель но его все еще прикрывала слишком много юнитов говорят только что было 17 сейчас уже 19 нет 17 макс паксу а клемма побольше клемма вроде как 19 ну а в сумме им примерно как раз как нам с вами такая вот история ну что с одним колоссом нормально пока форсфилды есть когда форсфилды закончится причем клемм делает дроп и говорит что на форсфилды ему наплевать а танки разложенные здесь смогут даже доставать до колосса надо очень постараться их забрать прыгают на них blink stalker забирают 1 забирают 2 колосс успевает отъехать но остается второй клемм что-то подзавтыкал медиваки и явно stalker за ними сразу должны выезжать прыжок непонятно куда прыгать а теперь понятно повезло чуть-чуть клемму первым убит медивак у которого не было контента но второму тут пришлось спрятаться аккуратненько призма возвращается возвращение призмы часть 8 это называлось бы если бы это было кино на дворе был в 86 но нынче франшизы же не принято называть по частям поэтому у нас теперь . начала и вот это вот все раньше хотя бы честно было понимаете смотришь там санта-барбара серия номер 685 и как бы все понятно а сейчас смотришь там человек-паук вдали от дома или как там и как бы суть то вся та же санта-барбара но в первые несколько секунд не будучи в теме ты можешь этого не понять и случайно пойти на этот фильм ладно не самая удачная атака от макс пакса учитывая количество викингов и мародеров он это понимает и уходит домой реколом весь вопрос в том сможет ли он достаточно оперативно все заварпать 11 ксм окон убил так то это вроде неплохо и колосс 2 есть и апгрейд на армор делается типа вроде сейчас будет 21 он даже впереди клемма по этому показателю потому что там нет арморе и клемм не делает грейды 22 он пока играет на 11 и и наверное даже при таком раскладе было бы не очень удивительно если бы клемм пошел вперед с ксм но он идет без рабочих он идет просто в атаку пехотой приходит такой на 4 базу а там нет ничего вот это поворот вроде не очень нужно макс паксу здесь сражаться у него правда нет батарейки на натурале все равно и колоссов что-то особо неким прикрывать по моему камни сейчас здорово мешают протаса полетела сфера никого не задевает она подниматься на колоссов тоже тяжело обоим мешают ко мне на самом деле тут они спуститься клемму не подняться клемм поднимется в дроби опять так же как и в предыдущей своей атаке которая ну даже сложно сказать было ли такой уж крутой на самом-то деле скорее нет и по-моему это вот тоже сомнительное не очень мне нравятся вот эти нагибаторские мувы от клемма по моему надо чуть-чуть поспокойнее его ему играть но он мог бы в это время уже прийти сюда каким-то подкреплением а вместо этого он тут делает триллион кликов которые в принципе ему ничего не дают и непонятно при каком раскладе могли бы дать то есть тос должен был прям как-то совсем не ожидать этого но даже в в этой игре тоже второй раз почему он должен не ожидать непонятно когда можно настроить проверку пингов 1 в 1 времени вот наверно от зритель смотрят задержка я подозреваю чтобы он переключал на другого провайдера у меня настроено такое правило 1 2 секунды пингует google но это не решает от таких коротких прыжков пинга уже пингуется пингуется потому что пинг у него 200 это же не волнует роутер а вот как это настроить еще непонятно я пока не знаю как там величину пинга указать не удивлюсь что если и никак нельзя а может быть таймаут какой-то можно настроить кстати типа таймаут через день 10 миллисекунд например продвигается клемм вперед прожимает стимпак всем от хорошо убегает от дизраптора есть еще один стимпак кончился поэтому сфера успела задеть краешек пехоты влетает урон во все клемм продолжает пушить емп вархонов дал пока только одно один архон отваливается 2 отваливается макс пакс очень аккуратно заходит за минеральную линию этот игрок вообще очень хорошо отмикривает колоссов до конца всегда не отдает их и в этой ситуации он тоже их не отдает сейчас бы какими-то зилотами ему забежать в танки но пока не получается клемм перераскладывается ближе идет в сторону натурала батареек нет нигде дело-то принимают урон колоссы до должен спушить танки сейчас самое главное макс пакс этим и занимается сфера отгоняет пехоту и колоссы снова таки отходят вот здесь погибнет еще один варгейт скорее всего клемм допушит конечно все равно но макс пакс отбивается красиво лопнул еще один архон зилоты снова отгоняют пехоту колоссы убивают танк очень методично получается есть еще один дизраптор как-то откуда не ожидал клемм клемм вроде думал что успеет убить в итоге не успел расплетился потерял немного но убил дизраптора потом больше выстрелов не будет в это время погибли все-таки колоссы вся армия вредно-красных хп вот сейчас бы колоссе когда медиваки уже не могут лечить у них нет энергии сейчас бы колосс как зашел хорошо а нету есть дизрап ох успел клемм забрать диза последний момент на тоненького играть дел это начнут уже пехоту убивать потому что не просто очень мало хп и пехота атакует nexus он уже просел по щитам летела еще сфера заварпаны еще зилоты я даже не понял в кого там снайп-шот судя по звуку в зилота сочная сфера попадает в гуще пехоты макс пакс прыгает вперед вы мне хотите сказать что он отобьется от этого nexus на красных хп погибли все колоссы от этого что можно вообще отбиться и выжить а на самом деле 4 c так что хотя вообще-то секундочку а точно ли это проблема что там 4 c c макс отбивается от этого непонятно как ну да наверно слишком далеко лезть все-таки не стоит заказан колосс сейчас во второй робо роботик с 1 чё по грейдам 32 кстати вот это помогло наверное тоже апгрейды 32 на 21 но сейчас боевой лимит опять в пользу тирана у него есть медиваки не знаю этот новые или не новые энергии у них не особо то прям много забегание зилотов да что-то такое нужно было макс пакс ловит переезжающих рабочих это новый командный центр не с мэйна что у клемма все неплохо скажем так с моей нам потом если что сюда перелетит потеря пользу тирана немножечко ну что вот здесь встретить важно только не лезть наверх только не лезть в емп и да что ж так погодите а где емп и только сейчас видимо клемм не смотрел сюда тоже кто-то ему говорил наушники нажми а клик и не смотри туда вообще потому что протас же заходил вслепую на хайграунд прямо на армию тирана может быть там гасты слишком далеко позади оказались по идее это должно быть просто было три емп его или два хотя бы архоны вы остались без щитов просто лопнули и такое чувство что потом ты клик выигрывает игру но видимо все было не так легко клемм замешкался на какую-то секунду а теперь вот так вот его уже приходят сюда впушивать правда тут многовато медиваков это будет не так легко убить как хотелось бы тосу емп толком не попадает зил это уже успели пройти сталкер еще не успели подойти клемм шикарнейший забрал диза но макс пакс уже подходит на танк макс пока заходит на натурал тут какие-то рабочие выводятся колосса их сажгут закончились зилоты протас отступает но тут есть призма да это чудовар сколько у тебя гейтов почему 2 зилота в варпе макс пакс под этой призмой она погибает колоссы погибают остались зилоты и все но клемм потерял 35 рабочих у него про 40 осталось как-то вот так получилось интересно надо убегать отсюда делить а да там зилоты подняли третью базу надо как-то разбегаться зилотами харассить идти вниз нафиг тирана пушит на мои никакой смысл в этом не дать ему скопиться при таком количестве медиваков я не уверен что это работает в плюс но там же планетарка да да и здесь планетарка окей логика макс пакса понятно ему нечем выбивать планетарку поэтому он пушит сюда он никуда больше не может разве что эту куцу орбиталку забрать там уже минеральных полей нет почти а тем временем макс пак занял пятую и наверно уже по добыче да он не проигрывает ну по крайней мере он добывал больше пока там рабы и срывались сейчас клемм восстанавливает по 5 ксм кидает мулов поэтому он опять выйдет в плюс но макс пакса на какое-то время вернулся в игру прям вынужден отходить наверх еще три госта в заказе либераторов бы ему возможно но совсем нет ресурсов на это совсем-совсем слишком дорогие юниты там и starport всего один ох какой мп прям наверно лучше отступить все зилы ты без счетов честно что-то прилетает не знаю насколько это крутая трата энергии но энергия в принципе бесплатно восстанавливается так что наверное сойдет ну что макс пак смарт время пробочек чуть-чуть подстроить а с другой стороны уже заканчиваются минеральные поля макс пак спробок просто переводит на новая база переводчик первый колосс в заказе нужно еще обязательно там нет больше викингов так что колоссы снова будут работать не забывайте про грейды 32 утерана правда теперь тоже 32 преимущества больше нет ой ой эту базу макс пак вы должны давать но не дошел до нее клемм а он то кстати про нее знает на самом деле а тут прилетает призма протос нашел ресурсы на довар причем призма еще и выжила тут конечно с одной стороны и убивать то нечего смысле экономики уже нет разве что выходящих юнитов каких-то но так он выигрывает себе время для того чтобы пропушить в лоб очень много и м.п. зил это конечно не могли не зацепиться за газилку но в итоге газилка уже погибла так что теперь им больше цепляться не за что да тут вроде надо сражаться в армию но постоянно юниты утыкаются в здание такая вот дурацкая ситуация итоге макс пакс по добру по здорово решил отступить он решил что вроде как он уже ситуацию в игре выровнял для него нет необходимости больше пушить ему хочется сыграть чуть-чуть понадежней и вот опять почти такая же ситуация только теперь протос с обратной стороны этой позиции рекол рекол нет емп влетела в nexus рекол сделать нельзя поэтому макс пакс идет вперед до конца жаль что у него нет даркшрайна для такой ситуации колосс попадается и потерян и кажется макс пакс здесь абсолютно был не готов он на все мины попался до клемм разыграл эту ситуацию очень хорошо макс пакс отдает армия отдает базу да тут есть до варп кому какое дело приземляется викинги пехота убивает призму ну дальше шансов нет протаса я дальше не вижу что можно сделать клемм почти выиграл эту игру чуть не проиграл эту игру и в итоге по всей видимости эту игру все-таки выиграть но протас не спешит сдаваться внезапно 48 боевого лимита на варпу строит колосса второго доделывает грейд плюс 3 на армор но эту базу не спасти есть скан да надо встречать им даже не емп хамя снайпшотами встречает клемм мне кажется чисто вот из эстетического удовольствия показать что он успевает нажимать снайпшоты на 40 чардж зилотов в этом моему главный профит этого каста но еще может быть у него просто не было энергии на емп не выглядит хорошим решением ее просто подкопить будто бы ну да ладно пытается макс поддержать позицию даже в общем получается и даже успел от микрить мину блинком на 26 пробок потеряно но все добывающие базы потеряны вот осталась одна последняя это на ней четыре минеральных огрызка всего макс пакс хорошо от микривает колоссы на делает все что может но больше уже сделать тут никто не в силах боролся протас очень здорово но в какой-то момент все-таки клемм его переиграл карта 2000 атмосфер второй матч у нас джессал кода с группа а в левом нижнем углу появляется зест и в правом верхнем его соперник в этот раз преодолевший этап кодей кин в прошлый раз у него был прикольный интересный матч против донор бегу в кодей где кин играл механизацию против зерга не прошел тогда там счет был 23 до или 13 короче интересная была игра в этот раз кин пробрался не будет играть в группе а пробраться пробрался на трэп его и спешила счел самыми сладкими оппонентами обоих забрал но спешил правда тут пошалил немного на драфте взял за 100 зачем-то зачем непонятно потому что за второе место теперь ему придется играть если он пройдет кина в лузерах либо застом либо со спешилом но если кин вдруг сделает сенсацию то еще хуже будет для спешил но в любом случае ему нужно обыгрывать одного из протосов не знаю может быть спешил медленно выстраивает себя репутацию игрока которого не надо забирать в группу а ну непонятно зачем потому что группа а то слабо туда наоборот попадать хорошо может быть ему просто нравятся мемы и он не особо рассчитывать на то что может пройти в playoff gsl в принципе но в любом случае это все относится к драфту у нас было отдельное видео про это так что смотрим игру приезжает кин в разведку аж прям дождался адепта адепт не стал гоняться за ксм кай ксм к может быть будет ставить прокси старпорт подсмотрел я тут видео кассы со скиллсом что ксм к после такой поздней разведки иногда потом едет ставит прокси старпорт для дропа гирионов но во первых она вроде едет домой во вторых карта очень неподходящие из-за башен зол на га погиб риттер да насколько я понял я смотрел по мини карте за движениями ксм а то меня иногда спрашивают кабе куда ты смотришь я вот специально эти даю иногда пояснения куда так уж вышло что например для того чтобы рассказать составит или прокси старпорт надо следить за ксм кай на мини карте например в это время может что-то произойти посередине экрана но комментатор туда не смог вы смотрите потому что вам уже рассказывают что происходит с ксм к нет смысла самим за ней следить или наоборот как будто не было dark shrine будет играть заст кин пока играет стандарт какой-то пока это просто мины пока это просто морпехи с реактора очень осторожно заст держит адептов дома хотя там всего один гирион в принципе часто варпают сталкеры ставят в стенку видимо заст очень не хотел тратить ресурсы на сталкера в итоге адептами гилиона не пускает гилион всего один на заст конечно играет с позиции фаворита в этом матче и поэтому он может себя так позволить немножко рисковать рисковать тем что он не добирает какой-то харасс который обычно исполняется при игре в три адепта но опять-таки поскольку продолжение в дарков то наверно можно себе позволить и немножко хорасить поменьше то что потом дарки типа нахарасят странно что он не полетел ими на призме зачем идти через стенку если можно было высадиться например прямо в минеральной линии и даже если там была турель все равно убить пару рабочих ну в итоге заст приходит подтверждает инфу по рейвену возможно не вполне понял с первого раза турель не турель смотрел рейвен токий уходит призму с дарками четвертый дарк будут два архона дальше блинг и здесь у кино тоже такое продолжение агрессивное тоже в смысле как успешила в первом матче каким не делает ставку на переход в третий командный центр для карты 2000 атмосфер наверное это не очень удивительно не самая оборонительная карта маппула а здесь хора с двумя архонами очень прикольная авто турель заст красиво сдоджил выстрел минки через призму спас от выстрела и вот теперь залетают адепты фокусе ты не заст не так чтобы очень но сойдет с пивом покатит как говорится очень неплохой микро от зеста архоны там остались ну вроде не на желтых хп но без щитов двух адептов потерял всего тут потери конечно существенно были серьезны в принципе зест уже на 90 процентов выиграл игру просто за счет того как он исполнил вот эти этот прием вчера перенесли если open cup и вместо него роттердам и варде провели турнир по приглашениям его кстати вроде можно было и стримить научитая об этом очень поздно узнал но в любом случае комментировали вместе с marine lord и маной финал и было там очень много мемов на тему легких инструментов ну вот как вам легкость инструментов за 100 в этой ситуации хорас терранорхонами блинг вперед разводы дарками разводы адептами думаю что за этой победы добывают добивается достаточно сложными все-таки в исполнении инструментами ким тут пытается похорасить рейвеном не особо удается но рейвеном у дома сейчас и правда не очень нужен так что в этом плане все по делу да вот здесь вот удается чуть получше трех пробок нахарасил рейн даст подходит 7 пробок что-то как-то видимо авто турель хорошо профокусил а это не автор лета либератор залетал окей у него 5 килцов даже корейские observer что-то могут пропустить 3 пробки там у зеста не добывает современные макмейкеры конечно стараются прям очень четко выверять карты чтобы нигде нельзя было повесить либератора так чтобы нельзя было хотят без дальность достать сталкер когда у либератора есть дальность может и есть такие позиции хотя я тоже не уверен последняя карта такая была кажется eternal empire где с дальностью можно было в глухую зону либератора повесить сейчас сталкерами отбиваться можно очень прикольный дроп от кино прямо с либератором и этим же классная идея заст привозят сюда своего архона но в этот раз со сложностью своих инструментов не справляется прикол юнитов с мэйна сюда потому что кин пришел на 3 ким на двух базах сидит то есть его атаки выглядят супер классно но мы должны понимать что он ол и нет поэтому он обязан пробивать он обязан здесь размениваться в плюс так как соперник на 3 базах у него пусть и ненамного но больше рабов и явно больше инкома теперь дроп прилетает на мои на 5 убить фарджу было бы здорово но скорее всего кино просто тут недостаточно огневой мощи поэтому убивает что может в данном случае пробок сталкер погибает на мини армор почти доделался и минус пилон армор пока отключен минус пилон номер два третьего щелчка до подпрыгнул за с до потолка ну вот его blink stalker сейчас подпрыгнут можно в бункер нет не можно говорит кин но я думаю что стоит убить фарджу но с другой стороны какая разница что думаю я кин принимает очень хорошее решение пока в этой игре его пуш выглядит так что он будто бы даже может закончить игру за 100 нет товар по кроме вот этих двух гейтов с натурала им решил убивать dark shrine из расчета что в любой непонятной ситуации можно отдаться на дарках до минус dark shrine а вот еще один гейт нашелся как нашелся так и будет отключен кино прям можно идти сотрудникам петро электро сбыт работать тем которому выдают наряд отключить вас от электричества если вы не дай бог три недели там не заплатили приходит сюда вся эта армия закапываются минки но stalker of уже куда-то сдуло gg пишет за каком такое начало 10 в пользу но не то что дебютанты джесл кода скин игрок очень опытный еще до того как кеспа за 100 вместе перешла на ска 2 он играл на профессиональных лигах но после армии он впервые отбирается и пока с очень хорошей заготовкой с очень хорошей стратегией за с несмотря на свое сумасшедшее преимущество на старте я говорил о том что на 90 процентов он выиграл игру отдает этот матч потому что ким все сделал идеально